У нас, кстати, недавно председателя посадили. Лучше, конечно, не стало, но и куш тоже не стало. Получается, просто так мужик сидит. Сельским колоритом со зрительным залом поделилась команда «Ковш» из деревни Старый Кыч. Выступление гостей открыла зимний кубок команд КВН. Опытные юмористы не выходили из своих образов даже во время интервью с журналистами. Больше всего в знакомстве с городом их впечатлил пропускной режим. Мы первый раз в Сарове. И нам показалось, что очень встречайте так. Куда-то в комнату заводят, паспорта забирают. Для нас это было очень страшно, что мы попадаем куда-то, не знаем куда. Паспорт не отдали нам. Мы пока без него. На выезде сказали отдадут. Тут очень тепло встретили. Ну, хоть со снегом, но нечищены у вас. Это вырежет, конечно. У нас тоже нечищены. Один-один. Шутили много и обо всем. За победу боролись четыре молодежные команды Сарова. Рок-группа «Кузькина мать», команда КВН «Алексей Бабин», «Нон-стоп с РФТИ», «Женская сборная в НИЭФ». Каждая пыталась выложиться на максимум своих возможностей. К подготовке подошли серьезно. Готовились очень просто, быстренько написали, скажем так, вместе посидели. И потом начались репетиции. Репетициям уделили больше внимания, чтобы было все четенько, как это сказать, укомплектовано очень хорошо и динамично. Для КВНщиков организаторы подготовили два испытания. Первое – классическое для многих юмористов родное задание – визитная карточка. Во второй части разминки игроков проверяли на смекалку и способность импровизировать. Командам задавали вопросы, на которые им нужно было придумать оригинальный ответ. А жюри выставляло оценки. Жюри всегда обязательно строгие, обязательно неподкупные, непредвзятые, но всегда болеющие за всех сразу. Но нужно жюри, потому что все команды, которые выступают, они же свои родные. Даже если они приезжие, они все равно все свои родные. Поэтому нужно болеть, конечно, за каждую. Домом КВН в Сарове по праву считают молодежный центр. Уже много лет на его сцене рождались сотни искрометных шуток на злобу дня. Серия игр КВН и сам зимний кубок стали победителем грантового конкурса «Саров молодежь». Вообще ребята представили, получается, вот этот зимний кубок, подготовку в плане полноценной школы КВН. В идеале мы хотели бы въездную школу КВН на базе «Березки». И зафиналить это все кубком 1 апреля. Ну, логично, что в день смеха, как же без КВНа. Зимний кубок КВН-2022 получила команда «Нон-стоп» с РФТИ «Нияумифием». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».